У меня есть один вопрос. Вы сказали мне о том, что веды говорят, что нельзя изображать или делать каких-либо изображений Бога. И любой, кто поклоняется какому-либо творению, бросает себя во тьму. Разница между Бхагаваном и Аллахом в том, что Аллах говорит, что если вы будете поклоняться кому-либо кроме меня, я накажу вас на веки вечные, и я не избавлю вас от этого греха. Но вы не увидите нигде в индуистских книгах, что Бхагаван говорит, «Если вы будете поклоняться кому-либо кроме меня, вас бросят навечно в нарак». Это индийское слово, которое значит «ад». Теперь, почему я говорю это? Я говорю это потому, что понятие Бога в исламе, христианстве и иудаизме – одно и то же, в котором Бог гневается, если кто-то поклоняется кому-либо кроме Него. Но концепция других религий, как и индуитизм и буддизм, концепция Бога у них, я думаю, Бог этих религий более великодушен, потому что Он не говорит тебе, что я отправлю тебя в ад, если ты не поклоняешься Мне. Хотя, хотя я понимаю, что нельзя поклоняться идолам и нельзя поклоняться созданным вещам. Я чувствую, что это неправильно. Я почему-то осознаю это. Знаете, Он Аллах Единый, Аллах Самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. В основе, Бог, нет ничего подобного Ему. Правильно? Так почему в Коране или Библии или еврейских писаниях мы приписываем Богу человеческие чувства? Скажем, мой отец дал мне все. Он дает мне все деньги, и я отдаю эти деньги беднякам. И если я однажды забуду своего отца, и что он сделал для меня, мой отец будет чувствовать себя плохо. Но это человеческая природа. Бог же более великодушный, чем это. Даже если я не буду поклоняться Ему, для Него не должно быть проблем. Знаете, Он не должен вводить меня в ад. Потому что это эгоистично. А эгоизм является частью человеческой природы, а не Бога. Я понял. Брат Рахул – мой старый друг. Мешалла. Всякий раз, когда я приезжаю в Дубай, ни одна сессия вопросов и ответов не проходит без того, как Он задаст свой вопрос. Он следит за мной уже много лет. Когда я пришел в 2005 году, и я приходил в прошлом году, и вчера вечером у нас была хорошая сессия на пару часов. И хотя Он не упомянул Своего имени, Его зовут Рахул. Мешалла. И мы молим Аллаха, чтобы Он наставил его. Иншалла, пусть Аллах даст ему хидая. И Он всегда задает очень хорошие вопросы, трудные вопросы. Но эти вопросы мне нравятся. Это вызов для меня. И Он спрашивает новые вопросы. И мне нравятся вызовы. Я всегда говорю Ему, что Он задает хорошие вопросы. Это один из моих последних вопросов, сэр. Последний вопрос перед принятием Ислама? Это один из моих последних вопросов. Перед тем, как ты примешь Ислам? Объясните это. На самом деле, Он сказал мне, что Он не примет Ислам публично. Так что нет проблем. Объясните эту тему. Я объясню тебе. И я не буду просить тебя принять Ислам публично. Мы говорили об этом вчера. Ислам – это хорошая религия. И Он дал мне много покоя. Я могу рассказать много хорошего о нем. Но, пожалуйста, объясните этот момент. Я объясню тебе. И ты сказал мне, что ты потратил больше времени на изучение Ислама, чем ты потратил времени на получение степени инженера. Это правда? Да, это правда. И это принесло мне много удовольствия. Я также наслаждаюсь твоими вопросами. Брат задал очень хороший вопрос. Очень атакующий и очень каверзный и сложный вопрос. Он сказал, он понимает, что все религии, христианство, ислам и иудеизм, говорят, что нет Бога, кроме одного Бога. И что нельзя делать идолы и нельзя делать изображения. Но Ислам идет на шаг дальше. Аллах может простить любой грех, кроме ширка, предания сотоварища. Это говорится в 4-й суре Неса в 48-м аяте и в суре Неса в 116-м аяте. Но в индуизме нигде не сказано, что если вы сделаете ширк, Бог не простит вас. И перед тем, как перейти к вопросу о великодушии, я кое-что поясню. В Коране нигде не сказано, что если вы совершите убийство, Аллах не простит вас. Брат, в Коране нигде не сказано, что если вы совершите убийство, Аллах не простит вас. Значит ли это, что я пойду и совершу убийство? Брат, извините, повторите еще раз. В Коране нигде не говорится, что если вы совершите убийство, Аллах не простит вас. Хотя это второй по величине грех в Исламе. В списке самых больших грехов, номер два – это убийство невидного человека. Да, после ширка идет убийство. Хотя в Коране сказано, в пятой суре Ма-Ида, в тридцать втором аяте, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей. Но нигде в Коране не сказано, что если вы совершите убийство, что Аллах никогда не простит тебя. Значит ли это, что я пойду и совершу убийство? Нет. Да, этого достаточно. И так же, когда веды не упоминают, что если вы сделаете ширк, Аллах не простит вас. Ты не должен делать ширк. Я понимаю, но... Очень хорошо. Ты понимающий человек. Сейчас я ответил на одну часть. Не переживай, я отвечу на весь твой вопрос. Я лишь ответил на первую часть твоего первого вопроса. Я приду ко всем частям. Хорошо, я понял. Знаешь, я люблю разделять вопрос на несколько частей, чтобы ты мог понимать лучше. Да. А если ты понимаешь, другие люди также должны понимать. Машаллах, ты умный человек, и я знаю, ты инженер из Великобритании. Вчера ты сказал мне это. Теперь давай перейдем к части о великодужии. Да. В исламе, если ты не сделаешь этого, я накажу тебя. Это человеческая природа, что если отец даст деньги сыну, и сын делает благотворительность, если он не будет помнить об отце, то отец будет разочарован и будет чувствовать себя плохо. Это человеческая природа. Я согласен с тобой. Бог намного лучше. Я согласен с тобой. Так почему Бог чувствует себя плохо? Да. Это очень хороший вопрос. И очень умный вопрос. Иншаллах, ты убедишься. И я не буду просить тебя принять ислам на публике. Мы говорили об этом вчера. Да. В Коране Аллах, субханаху ата'аля, говорит, что Он не нуждается в тебе, но это ты нуждаешься в Нем. Теперь перейдем к твоему вопросу. Я сделаю твой вопрос более легким. Почему мы говорим Аллаху Акбар, Аллах Велик? Аллах просит тебя говорить Аллаху Акбар. И если ты завтра не скажешь, что Аллах Велик, как думаешь, разве Аллах станет меньше из-за этого? Нет, нет. Будешь ты говорить или нет, Аллах все равно Велик. Независимо от того, говоришь ты это или нет. В этом нет разницы для Него. Но Он останется Великим, независимо от того, будешь ли ты говорить это или нет. Но вопрос, почему Аллах просит говорить тебе это? Дело в том, что Аллах знает психологию человека. Например, у твоей матери сердечный приступ, и ты слышал об очень известном кардиологе, и ты знаешь, что он очень знаменит. И он дает тебе несколько советов для твоей матери. И приходит другой неизвестный человек и дает тебе совет. Чьему совету ты прислушаешься? Простите, можете повторить еще раз? Если у твоей матери сердечный приступ. Да. И есть человек, который известен как самый известный кардиолог в мире. Я прислушаюсь к совету известного специалиста. Почему? Потому что ты знаешь, что он номер один. Он самый известный. Поэтому причина, по которой Аллах просит тебя, чтобы ты восхвалял его, не для его пользы, но чтобы ты получил пользу. Потому что в момент, когда вы восхваляете Аллаха, вы будете следовать его совету. Ваше следование этим советам Аллаху не принесет пользы. Но это для твоей пользы. Да. Врач, давая вам совет, возможно, получит какую-то награду. Но Аллаху это не принесет пользы. Так что Аллаху ничего не приносит пользы. Но в момент, когда вы восхваляете его, говоря, что Аллах мудрейший, Аллах величайший, Аллах самымилостивый, вы говорите, он самый мудрый, значит, его советам нужно следовать. Аллах величайший и самымилосердный, значит, я последую за ним. И как ты видишь, это восхваление не для его пользы, но это, чтобы принести пользу себе. И также, когда вы поклоняетесь ему. Это не приносит ему никакой пользы. Но это выгодно вам. Понял. Когда вы следуете совету врача, он получит выгоду, когда вы дадите ему плату. Да. Но Аллаху вы ничего не платите. Да. Но это приносит пользу вам. Да. Поэтому Аллах великодушен, наказывая тебя. Как ты думаешь, ему принесет пользу, если он накажет тебя? Нет. То есть, наказывая меня, он... Я приду к этому, брат Рахул. Да, да, понял. Позволь мне закончить мой ответ. Конечно. Да. Твое наказание ему не принесет пользы, но он вселяет в тебя страх. Если ты будешь употреблять алкоголь, он накажет тебя. Если ты будешь употреблять наркотики, он накажет тебя. Будешь ты употреблять наркотики или нет, это ничего не изменит для Аллаха. К примеру, если он скажет, не употребляй наркотики. Но если ты будешь употреблять, я не буду наказывать тебя. Тогда будешь ли ты употреблять наркотики? Конечно, будешь. Нет, я не буду употреблять, если я убежден, что это вредно для меня. И мне не нужен этот страх перед адом и адским огнем, который будет помещен в мой разум. Понял. Бог убеждает людей по-разному. Некоторых людей разумом и логикой. Ты логичный человек, ты убеждаешься логикой. Некоторые люди убеждаются страхом, а некоторые страшатся наказанием. И некоторые люди хотят награды. Есть три или четыре типа людей, с которыми говорит Аллах. Ты, как я, убеждаешься логикой. Ты, как я. Да. Некоторые люди не убеждаются разумом и логикой. Он говорит, забудь о логике, я получу награду. Или он говорит, я не хочу быть наказан, поэтому я буду держаться подальше. Разве этот страх реален? Это реально? Да, я скажу тебе. Реальность в том, что адский огонь существует. Есть наказание. Брат, позволь мне завершить мой ответ. Да. Ты позволишь мне завершить ответ? Да, пожалуйста. Позволь мне закончить, я дам тебе шанс. Я дам тебе шанс сказать, что ты убежден. Да. Но ты перебиваешь, прежде чем я закончу ответ. Конечно, я понял. После того, как я закончу, я дам тебе шанс. И спрошу тебя. Конечно. К примеру, есть учитель, который дает экзамен. Учитель говорит на экзамене. Кто напишет правильно, пройдет. Кто напишет неправильно, провалится. Когда учитель рассказывает о сотнях вещей, трудно всем все запомнить. И затем он говорит, пиши, что помнишь. Если ты правильно отвечаешь, ты пройдешь. А если ошибешься, провалишься. Так что теперь студенты начинают учиться. Как ты учился в инженерии. Ты боялся провалиться. Да. Но если бы учитель сказал тебе, нет проблем, даже если ты напишешь неправильно, я переведу тебя. Тогда будешь ли ты учиться? Конечно, нет. Даже если ты логичен, и ты понимаешь законы равновесия, и разбираешься в тригонометрии, и понимаешь химию. Но чтобы помнить, ты должен оставаться на чеку и постоянно учиться. Учитель говорит, нет проблем, если на экзамене ты отвечаешь правильно или нет. До тех пор, пока ты понимаешь тему. Даже если напишешь 2 плюс 2 равно 3, я пропущу тебя. Ты будешь учиться? Это зависит от того, чего хочу я. Есть те, которые учатся только ради оценки. Когда твоя цель – это лишь получить оценку. Правильно. Поэтому, провалившись, ты не получишь оценку. И не получишь диплом. Так что здесь всемогущий Бог говорит, основываясь на логике. Некоторые люди логичны. Для них нет разницы, существует рай и ад или нет. Другие же люди убеждаются вознаграждением. Например, когда вы говорите со своим ребенком, иногда ты говоришь ему логично. А иногда ты говоришь, я дам тебе шоколадку. Да. А иногда ты говоришь, если ты сделаешь, получишь ремня. Да. Наш Бог знает психологию людей. Он наш создатель. Иногда убеждает логикой, иногда разумом, иногда вознаграждением, а иногда наказанием. Но когда он говорит что-то, он никогда не лжет. Но обязательно исполняет это. Когда он говорит, он исполняет это. Поэтому он пытается убедить тебя. Предположим, что твой сын... Да. Я знаю, что ты не женат. Да. Ты не женат. Иншаллах, однажды ты женишься. Когда ты женишься, у тебя будет сын. Да. И ты женишься, будучи уже мусульманином, иншаллах. Да. Иншаллах. Если твой сын... Когда у тебя будет сын... Да. Ему пять лет. Он хочет спрыгнуть с десятого этажа. И ты говоришь ему, сынок, не прыгай. Ты умрешь. Он говорит, нет, я хочу прыгать. Ты ведь умрешь. Нет проблем, я хочу прыгать. Ты скажешь ему, я дам тебе ремня. Ведь так? Да. Ты скажешь ему, я ударю тебя. Да. А если он все еще захочет прыгнуть, ты ударишь его. Отец должен быть строгим и спокойным. Разве твое намерение причинить ему боль? Нет. Твое намерение причинить ему небольшую боль, чтобы сохранить его от большого вреда. Да. И здесь, если ты скажешь, нет-нет, я всего лишь притворялся, возможно, на небольшой промежуток времени ты скажешь, что ты накажешь его и не сделаешь этого. Но если он хочет прыгнуть, ты не будешь ждать, пока он прыгнет, ты ударишь его ремнем. И так же, как Бог, Он говорит вам, это хорошо, это плохо, это награда, это наказание. Но когда Он говорит что-то, Он честен. В исламе Бог самый милостивый. Он хочет, чтобы человек был лучше. А боги других религий говорят, нет проблем, даже если ты сделаешь ошибку, я все равно переведу тебя. Что это за учитель такой? Предположим, что есть студент, который учится вместе с тобой. И на экзамене он написал неправильные ответы. Ты оставался каждую ночь и учился и готовился. А этот человек лишь играл и веселился. И он написал все неправильно. И учитель говорит после экзамена, вы оба получили высший балл и перешли. Ты будешь счастлив с таким учителем? Нет. Почему? Значит, ты не очень добрый человек. Очень жестокий. И нехороший человек. Но я ошибаюсь. Потому что ты веришь в справедливость. Поэтому, помимо того, что Бог милостивый и милосердный, Он также справедливый. Представь, что кто-то изнасиловал твою сестру или твою мать. И Бог говорит, нет проблем, я прощаю. Разве ты не скажешь Богу в судно день? Почему ты не наказал Его? Нет, это правда, это неправильно. Я говорю о том, что у Бога есть эгоизм. Нет, Он не эгоистичный. Но Он ведь говорит, если ты сделаешь ширк, Он отправит тебя в ад навсегда. И я не говорю, что Он не должен наказывать за неправильные поступки. Но Он пообещал нам, что если вы предадите мне сотоварища, и если вы поклоняетесь кому-то, кроме меня, я не прощу вас. Это правильно. Но это эгоизм. Я приведу тебе пример. Предположим, кардиолог говорит твоей матери, употребляй только это лекарство. И больше ничего другого. А другой человек приходит и говорит, возьми это лекарство и это тоже. Этот специалист по сердцу говорит тебе, если ты смешаешь лекарство с чем-то другим, твоя мать умрет. Поэтому, будешь ли ты слушать кого-то другого? Ты будешь слушать, да или нет? Кардиолог сказал, не употребляй ничего другого, кроме этого лекарства. Да. И приходит другой доктор, и он говорит, я очень хороший врач, и ты даже его не знаешь. Ты прислушаешься к нему? Нет. Я буду слушать кардиолога. Правильно. Кардиолог специализируется на сердце. Но Бог же лучший специалист. Ты будешь следовать за сердечным специалистом, но не хочешь следовать за создателем, который создал твое сердце. Но, сэр... Подожди, подожди, подожди. Позволь мне завершить. Да. Позволь мне закончить. Да, да, да. Поэтому ты будешь логичным, когда хочешь следовать за сердечным специалистом. Когда кардиолог говорит тебе, не слушай других, они могут вести тебя в заблуждение. Этот кардиолог может ошибаться, потому что он человек. Всемогущий Бог же, когда он говорит тебе, не поклоняйся никому, кроме меня, он знает, что если ты будешь думать, что кто-то другой также является Всевышним, и если ты будешь следовать за чем-то неправильным, это навредит тебе. Аллах не хочет, чтобы его творения пострадали. Поэтому он дает нам окончательное предупреждение. Другие грехи, может быть, я прощу. Убийство — это второе по величине грех. Но если вы поклоняетесь кому-либо помимо Аллаха, вы можете совершить любую вещь. Вы можете начать убивать, вы можете начать принимать наркотики, или вы можете начать насиловать. Это слишком опасно. Вот руководство для вас, и оно завершено. Так как он создатель, он знает, что нет другого создателя. Если кто-то другой дает тебе руководство и пытается вести себя как создатель, и Бог знает, что никто другой не может создать тебя, это очень опасно. Поэтому говорится, подчинение кому-либо — это подобно поклонению, как создателю. Это необычное подчинение. Обычно ты можешь подчиняться своему отцу или матери, нет проблем. Но подчиняться кому-либо, подобно тому, как вы подчиняетесь Богу, это против заповедей всемогущего Бога. Это то, что я пытаюсь выяснить, является ли это правильный Бог. Тот, кто говорит, что если вы предадите мне сотоварища, я никогда не прощу этот грех. Поэтому я спрашиваю, Бог, который говорит подобное, является ли он правильным Богом? Да, это правильный Бог. Вы говорите, что он правильный Бог? Поэтому он знает. Почему, почему, почему я так говорю? Я проверил, основываясь на науке. И этот Коран проходит этот тест. Но когда я проверяю, индуистские писания с помощью науки, они проваливаются. И также Библия терпит неудачу. Даже если я согласен с тобой, как я отвечал ранее, может быть, это входит в категорию сокрытого. Но когда 80% оказались на 100% правильными, и 20% неоднозначного, и иншаллогически, даже это окажется правдой, если этот способ убедить тебя. Но другой способ, если бы врач сказал, но это в случае, если 100% будет доказана достоверность на 100%, но если существует 20% сокрытого, то я скажу тебе одну вещь, брат. Твой разум не достиг этого уровня. И мой разум не достиг этого уровня. И наука не достигла этого уровня. Может быть, 100 или 1000 лет спустя будет доказано, что это правильно на 100%. Мы ограничены. Проблема в тебе и во мне, а не в Коране. И аналогично, очень хороший специалист по сердечным заболеваниям, который хорошо знает свою работу, он будет уверен в своих словах. Делай это и ничего другого. А не уверены, доктор скажет, попробуй это лекарство, или попробуй другое. Поэтому, кто-то очень уверен в себе, как всемогущий Бог, только Он даст эту заповедь. Он уверен, потому что Он создатель. Ты не уверен, что Он создатель. Когда ты убедишься, ты будешь следовать за Ним. Я уверен, что это слова всемогущего Бога. А ты нет. Да. Когда ты проведешь свое исследование, ты осознаешь, что другие священные писания не проходят научный тест. Да. Я бросаю тебе вызов привести любое писание, которое ты знаешь, которое может приблизиться к Корану в его чудесах. Это точно самое сильное писание, которое я когда-либо встречал. Поэтому ты осознаешь. Да. Я не могу просить тебя принять ислам публично, потому что ты сказал мне вчера. Хорошо. Но когда ты знаешь, что это истина, и не следуешь за ней, тогда эгоизм в тебе, а не в всемогущем Боге. У меня нет эгоизма. Я ведь сказал, что это самая достоверная книга. Я молю Аллаха, потому что я люблю тебя, брат Рахул. Да. Я тоже люблю вас. Я люблю тебя. Поэтому молю всемогущего Бога, чтобы он дал тебе хедая. Ты спрашивал меня вчера, должен ли ты превозгласить ислам? Я сказал, нет, ты не должен. Так что я думаю, что ты человек, который подчинится воле всемогущего Бога. И пусть Бог направит тебя на прямой путь и дарует тебе в спутницу жизни хорошую мусульманку. Субтитры создавал DimaTorzok